у нас начинается наш я думаю один из последних проектов последние месяцы импромета дома и так кто 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 там давайте посмотрим а у нас тут и дошка и дошка и так это мы находимся в комнате и доши которому мы утеплили окно и действительно стало очень очень тепло теперь мы хотим заняться его шкафом на самом деле шкаф очень маленький и очень нефункциональный как и во всех шкафах здесь только одна штанга и одна полочка ну как сказать это базовый набор который оставляет прораб как правильно сказать при сдаче дома значит мы в икее приобрел костя костя в икее добрый день кости в икее приобрел полки на которые мы сейчас посмотрим мы сняли все замеры и будем значит устанавливать внутрь шкафа полки такую рамку фрейм такой значит с полками вот это вот это снимать будем эту полку которая уже существует тоже отпилим по нашему размеру и вставим в существующий фрейм который мы купили штангу тоже будет кости распиливать и вставлять вот как бы здесь слева ну в общем как бы на чертеже вы сможете посмотреть и вы сможете посмотреть как мы все это раскрываем что мы покупали и как мы все это делаем и так это основные рамка сама фрейм там две части правая и левая длинные в длину а вон там полки вверх и низ плюс две полки после сколько стоило этот фрейм в икее 110 долларов за все это за весь фрейм и за две полки до а какая высота у этого два метра а в ширину семьдесят пять сантиметров на высоту длину ширину длину 1 это ширина ширина 35 на глубина 35 ширина 75 высота 2 метра вот это подарок отставка основа это головой полный да а то это самолет молодец Так, вот полки Раз, два, три, четыре И две приставки То, что вверх и низ нашего фрейма Вот мы подняли Уже разобрали Подняли наверх Сейчас будем устанавливать Итак, первый этап Мы сняли штангу Снимаем дальше всю эту древесину Сложили фрейм Сложили вне шкафа Потому что было бы проблематично Тогда стенку шкафа набивать Не при шкафе То есть я бы там застрял Габи начала разбирать вещи зимние Иду, я сказала, смотреть за Габи, пожалуйста И вот сейчас мы наблюдаем Затем, как закрывается задняя часть шкафа Спинка Иду Смотри за Габи Итак, сейчас мы будем наблюдать патент Ровного забивания гвозди от Икеи Такая прищепочка В нее вставляем гвоздик Придерживаем, забиваем Гвоздь ровно вошел И мы его забиваем сверху Вуаля Вуаля, как говорят французы Так, это мы сейчас будем полки прикреплять Так как у меня руки программиста Они не умеют открывать Никакие гвоздики Ну, ручно они Ножечком Япании Найф надо Ну, что-то запаковали это все Икея Ну Как же они это все запаковали здесь Ну, это не они Это такой Сколько программиста Надо, чтобы Открутить одну нампочку Вкрутить Так, это у нас идет Куда Надо это откручивать Впок Итак Та-да-да-дам Та-да-да-дам Прошло Наверное уже Три месяца весны Три месяца лета Уже у нас октябрь скоро заканчивается Ну, скажем Точно больше, чем полгода Как мы закончили Душкин шкаф Что я имею в виду Вы видели Когда мы покупали эту полочку Да Сейчас вот вы увидели Мы ее установили Но прошло полгода Как мы закончили Вот эту сторону Вот Видите, там эта палка осталась Которая была Мы ее не убирали Значит, почему мы так долго думали Мы думали, что Вот здесь, как бы Вот в этой части Мы купим просто палку И здесь будут висеть кое-какие вещи Потому что все-таки он мальчик В основном ему нужно, чтобы все было сложено Вот Но должны быть и висячие вещи Потом я думала, что я возьму Вот такой вот шкафчик в Икее Ну, половину я сделаю полки А на вторую половину я повешу Или, допустим, здесь сверху полки А внизу повешу И маленькое место Такое, чтобы Висели там несколько рубашек Все-таки есть Несколько таких пиджачков Но потом мы пораскидали мозгами Пораскидали, пораскидали И решили все-таки Просто сделать целую полочку Вот эту докупить Купить в Икее Просто такие вот Когда в следующий раз Уже туда попадем Такие вот кружочки есть Потому что у него всего Буквально три рубашки есть Чтобы повесить Вот мы Или здесь приделаем Потому что, видите Здесь немножечко Такое расстояние мы сделали Чтобы было и легко вставлять И не нужна такая широкая полка Вот Так вот у нас есть За счет этого расстояния Мы либо Вот здесь вобьем Вот это вот Для этих там Двух-трех рубашек Вот это место У меня есть зазор Скорее всего сюда вобью Вот я вам показываю Такой в Икее есть Крючок Для нескольких вешалочек Кому нужно Вот мы такое приделаем Пока что вот такое решение Нашли Вот как выглядит Душкин шкаф Внизу лежат Разные вещи на вырост На следующее лето Там футболочки Носочки Брючки Которые еще большие Здесь Нижнее белье Лежит И носочки У него в этой коробочке Тут у него кофты Футболки Все такое Это Спортивные штаны Джинсы А здесь его постельное белье А там сверху В мешках зимнее Вот здесь это тоже летнее Которое с этого года Которое под вопросом Еще оно маленькое Или большое Будет в следующем году Здесь такое называют Secret Place Это полочка у него Здесь кошелечек Денежки какие-то Там которые он собирает Свечечка Карандашики Там он от Габи прячет Чтобы она не рисовала стены Но это как уже известно Предотвратить невозможно Это его игрушечки Которые ему мешали На На Ну На кровати Здесь его пижамка Лежит Возле мишки Тейди Бир Здесь шапочка Пока что еще не раскрытая С перчатками На эту зиму Вот Просто на самом деле Как бы их еще нечем Заставлять эти полки Поэтому всяким бредом Заложены Но В общем Шкаф как бы Укомплектованный Дошкин Поэтому для мальчика В принципе Я люблю чтобы все было сложно Я не люблю чтобы все висело На самом деле Для девочки Не люблю чтобы все висело Но Пока что это и Дошкин шкаф Я рада что мы его закончили И вот Просто решила вам уже Показать весь проект От начала до конца Так что этот шкаф мы сделали Сняли палку Вставили полки И теперь наконец-то Можно нормально разложиться Теперь следующий проект Это Габин шкаф Но это уже точно не в этом году Пока что мы пользуемся Просто выдвижными ящиками Для нее Несколько штук Не хватает Там лежат И штаники Кофточки Все мелкая одежда Пока что еще удобно Бай-бай Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...